Понятный уже факт, да, для всей общественности, что журналисты расследуют убийство Павла Шеремета намного эффективнее, находят новое доказательство, какие-то улики, да, намного эффективнее, чем полицейские. Чего не хватает полицейским? Возможно, просто желание работать или опыта? Принаймне, расследование независимых журналистов показало на те вады, которые были допущены следствием. И насамперед был втраченный час, потому что такого рода убийства расследуются несколько первых дней. Потом, на жаль, доказы физически исчезают, потому что такая их властивость. А кроме того, злочин организованный профессионалами, они защищают свои следы, если они еще и остались. Потому что профессионалы рассчитывают на то, что их будут шукать, и они заздалегиде планируют злочин так, чтобы его не можно было раскрыть. Я перепрошу, там очень важный момент. Перепрошу, в очень важный момент не объяснено досу, кто каким-то образом певное видеостер, все же таки из камер видеоспостережения, которые бы дали возможность подтверждения. А по-другому, мы должны понимать, что это не побудовое убийство, где мы нашли виконавца и раскрыли злочин. Нам постоянно делают акцент на том, что вот есть видео про тех людей, которые подкладывали вибуховку. Но это просто чистки в чужой гре. Это обычные виконавцы, которых, возможно, уже нет в живых. А с большой вероятностью, они еще в первый день покинули территорию Украины. И это тогда, в тот первый день, нужно было это делать, перехопливать, шукать их. А мы в первые дни видели вы так информации. После всех этих ошибок, возможно, халатности в работе, вы со своим опытом, как считаете, это преступление будет раскрыто? Имена заказчиков, самое главное, будут когда-либо названы? Каждый день нас отдаляет от истины. И максимум, на что мы можем рассчитывать, это найдение або виконавцев, або следов уже померлих виконавцев. И я, на жаль, змушена говорить, что наше следствие не выйдет на замовников и на организаторов этого убийства. Как вы считаете, зачем нам понадобился еще один вид новой полиции? У нас десятки тысяч патрулируют уже города полицейских. Крупные города еще и Насгвардия патрулирует. У нас станет лучше, действительно, после ведения еще одного подразделения. Просто вы должны понимать, что есть часть политических технологий, которые связаны с тем, что человеку нужно довести, на что ей государство. У нас, очевидно, доводят, что государство и для того, чтобы она ее защищала от злочинности. И, фактически, створюется, по-перше, посмотрите, сколько у нас антикорупционных органов створили, показать, для чего нам государство, и ничего не работает. Теперь нам показывают, как будет створена полиция, там миллион разных подразделений, но, наконец, институционных разрушений не происходит. Больше того, если мы посмотрим на цифры, то нас залякают ростом ревня злочинности, но надо сказать, что ревень 90-х мы еще не перескочили. У нас до 600 злочинов на рік рееструется. То, если, смотрите, 2014 год, до суду, с этих 500, там, майже 600-590, с этих тысяч дойло до суду 180, то уже через два года, в 2016, лише 114 тысяч. То есть, снижается уровень раскрываемости преступлений. То есть, что есть в полиции, справы криминальные, лише третина доходит до суду протягом року. А что происходит с другими? А с другими, очевидно, глухой кут, нема кому працювать. И эти цифры, вот уявите, за два года падение 180 тысяч, 114 тысяч. Это якое падение? Вы рассматриваете схему консервации вот этой системы и возврата, полный откат прошлой модели? Принаймні, такая тенденция сейчас есть. Потому что полиция – это тот орган, который законодательно надеялся возможность легально использовать силу. И вот эти ганебные проявы, жестокость, насильство, которые были в застанках тогда милиции, сегодня они остаются в полиции. Так, как раньше, каждая людина боялась потрапить в руки милиции, потому что она могла вийти калейкою, независимо от того, вина, вина, не вина. Даже если людина вчинила злочин, она должна оставаться здоровой. Так же сегодня боятся люди потрапить в руки полиции, потому что они просто могут оставаться калейкою.